сегодня зашил угол и зашпаклевал первый раз было неудачно такой свет ему уже хана метровый ну суть не в этом в общем зашпаклевал я это черновая потом будет обрабатываться поспаклевываться пролетела я у меня было 25 килограмм осталось после происшествия не пойми чего вроде как бы шпаклевка по ходу это финишка блин я ее когда нанес буквально там сантиметр она не захотела высыхать вот где двойные таки пятна вот здесь вот вот там пришлось выковырить короче пришлось нормальную шпаклевку вот он стоит в мешочке и использовал там лента лежит перфорированная вот такая вот бумажная посмотрел вот что это такое в принципе прикольно если схватится есть чем зачистить где-то лежит в общем этот угол не сделал сегодня делал над дверью из кусочков там один цельные потом кусочек по центру чтобы два листа подпирала и из кусочков соединил вот это вот облом уж 12 половины вот этот лист вот этот девятка получается девятка выгнутая вот так плоскость идет потом вот так видим цель на вот за это я люблю гипсокартон можно делать разные такие сложные конструкции вот тоже видно этот скотчек выпирающий потом замажется зашпаклюется это вот черновая просто надо было полости заполнить потом но продавить заполнить потом уже будет чистовая завтра буду этот угол домазывать сегодня решил забить вот на это все потому что здесь уже плоскости ровная ям никаких тут таких серьезных нет все упирается что-то вот здесь просто тела и между листами сложная конструкция тут еще не так все просто собирается у меня вот здесь вот получается все собрано в определенной последовательности сначала стена боковая потом идет вверх потом вверх идет потом боковая чтобы подпорки были в виде листов и вот эти вот стыки вот по периметру пришлось подмазывать и листы там упирается верхний лист то есть они его поддерживают то есть максимально чтоб не упало то есть они упираются на три стороны здесь на одну там вот на 3 здесь на одну ну то есть вот два листа на одну сторону упирается на ту и здесь саморезами но там тоже саморезы есть короче для того чтобы максимально обезопасить чтобы это все не гуляла и соответственно чтоб лишний пар не проходил через стену потом это будет закрываться заклеивать с мдф панелями вот под мтф панели мне надо подготовить плоскость ну и зашпаклевать мало ли вдруг мдф панели не понравится или придут в негодность хотя приобрел лак завтра придет в общем чтобы можно было их снять и те же самые обои наклеить в общем как-то так на потолок будут обои завтра жидкие завтра все придет высохнет подровняю надо бы здесь немножко марафет навести центр полиэтиленку закину в общем что пылюки не было сегодня было плюс 19 попытался но это фигня не высохла пришлось выковыривать и сверху накидывать нормальную шпаклевку это может бесконечно по крайней мере там на упаковке написано тут слоями можно накидывать и накидывать толщину делать любую особенно если его армировать то это похлеще чем гипсокартон будет но это к слову так то есть склеивает он нормально я уже проверял про крайне мере в лохматых годах вот завтра планирую вот сюда пришпандорить кусочек и сверху вот этот красный и вот этот вверх доделать гипсокартон тоже постелить и низ дошить то есть закрыть это все дело гипсокартоном вот после чего соответственно вот оттуда будет жидкими обоями вот это все дело промазано у меня ну по крайней мере мне надо чтобы до завтра высохла за одно если не успеет высохнуть высохнуть то успеет мне надо все это дело подкрутить убрать косички подшпаклевать и соответственно потом только когда шпаклевка высохнет наверное либо вечером смотря когда я сделаю некоторые саморезы я не стал трогать вот это все дождаться пока высохнет короче все в последовательности определенной сильно много накидывать шпаклевки не стоит лучше выравнивать по месту соответственно тут что-то могло бы в ноль в принципе спилиться то есть наждачкой ну я не стал прямо чисто так делать потому что мне надо чтоб швы были максимально прочными потому что все равно это будет скрыто и короче всегда можно это полировать вот так скажу в конце концов пошел машинку взял и полирнул все в ноль либо же оставить как есть для того чтобы листы максимально имели прочность и минимально пара пропускаемость вовнутрь то есть это для этого делается то есть здесь дверь открывается из дома больше тепла выходит короче на это есть свои причины вот я их объясняю особенно в зимний период до когда дома жара стоит невыносимые да вот эту дверь открываешь все тепло и с паром вот сюда выходит то есть если надо там на кухне готовится проветрить тоже потом в будущем может быть сделаю какую-нибудь вентиляцию опять-таки где опять-таки как куда и врезать либо в крышу по идее либо сюда но сюда лучше не стоит поэтому буду продумать это уже в будущем пока это не принципиально для меня главное вот это максимально пароизолировать пароизоляция это фигово туча слоев которые между собой по стыкам не стыкуются стыки смещены в определенные места с этой стороны сюда смещен стык верхний слой вот сюда нижний слой вообще вот сюда то есть получается как бы пару очень сложно проходить этот винегрет в любую сторону что суда что туда то есть везде пар будет встречать препятствия ему будет сложно проходить и места которые не боятся конденсата какого-то временного да потому что все равно это все испарится вот эти вот кармашки они обработаны все сделаны чики-пуки короче я объясняю такую ситуацию что дверь открываешь и пару ему деваться некуда он будет просто идти сюда в это помещение соответственно здесь уже будет потом подкрашиваться обрабатываться но здесь пленочку натянул и проблем никаких нет поначалу просто хотел быстрее быстрее было неаккуратно а потом уже когда думают блины куда спешу все будет чисто по своим так скажем всему свое время вот так вот этот самый сложный угол был там получается помните да что вот так вот дом идет то есть пришлось гипсокартон он же не гнется вот так вот максимально его вывести таким образом чтоб стена была максимально ровнее поэтому там где-то есть пустотень небольшая в бетон поэтому особо я не переживаю но постарался ну под мтф панели максимально все это дело выровнять как это будет с мдфом я не знаю но я постарался по крайней мере сделать максимально некоторые части потом подкрашу углы и надо будет придумать что да как скорее всего просто шпакли накидаю и не вот этой вот у меня там сеточка есть да это прикольнее у нее прям можно согнуть но не то не то не так крепость которым не нужно вот стекловолокно ну покрепче будет в этом плане ну по крайне мере на углах вот эта вот штука лучше всего подходит вот на для этих стыков то есть для вертикальных а то по углам она сложнее да по углам соглашусь но она как бы это объяснить в этом плане она лучших держит потому что бумага она бесклеящая основу то есть приклеить нельзя а потом шпаклю наносить и она приклеивается на шпаклю то есть сначала накидывайте шпаклю надо подровнять определенным образом потом еще не вся шпакля через вот эту текстуру проходит соответственно она получается криво и и надо вытягивать вот это вот не вот так вот да а вот так это сильно морочно особенно в углах и особенно под потолком поэтому там накинул сеточку стекловолокно до шпакли закрыл потом полирнул и все с этой так не получится то есть она будет либо снаружи либо внутри короче ну фигня короче для вот этих углов по крайней мере мне это не понравилось а вот для вертикальных вот вообще отлично то есть она ее можно сделать прям вот такими движениями прям в ноль то есть как цельный лист получается вот ну и на глазах видно как шпакли высыхает такой беленькая становится все классно короче вот он первый уголок который мне надо закрыть сделать и потом здесь у меня будет пленочка 10 а принципе а чё висеть пленочка уже по потолку короче потом уже решу но у меня в мыслях идет именно что вот эта часть собирается 1 то есть не в лестнице на второй этаж не вот это все надо вот этот угол сделать сформировать щиток нормально обшить его а потом уже можно и полами заниматься и всем чем угодно это уже будет совершенно другая история в общем как-то так со шпакли пролетел хотя люди хотел сэкономить у самым днем три мешка и и нормальный именно для этих цели полез блин сохраненный мешок даже не знаю куда его девать в общем как-то так по мне классно кстати вот эти вот листы там писали спрашивали не спрашивали а просто говорили что типа листами типа обшить гипсокартоном вот таким вот его нельзя я вернее как может быть и можно я не знаю точно но я не рекомендую их использовать в котельных или еще где-то в котельных или еще где-то где есть открытое пламя и ну страшные такие участки это смл стекломагнезитовые листы или стекломагниевые листы они с этим делом прям борется здесь же картон понимаете картон он в любом случае пожароопасен сам гипсокартон да он пропитаны очень тяжелый но для этих целей я рекомендую все-таки стекломагнезит или стекломагниевые листы использовать но по крайней мере я его покупал как стекломагниевые листы сейчас он как стекломагнезит большинстве мест называется поэтому здесь также как и всегда обшита стена то есть барьеры они встречаются везде и вся баня у меня в круг фольгой дерево обработано потом фольга идет потом идет стекломагниевые листы все это прошпаклено там фольга фольгой заклеена раньше такое было потом пошли эти пленочки знаете которая температура кукозится фольга она тоже не кукожится то есть она нормально то есть она открытое пламя не выдерживают да вот если нагрев происходит ему ей пофигу ну до определенного момента поэтому она идет лежит под стекломагнезитом который еще нужно постараться прожечь поэтому я как бы в баню в круг и сделал то есть у меня там котельная стекломагнезитом и сверху виниловыми обоями винил не горит он дымит и на потолке с дуру у меня было зашпаклевано все было ровненько но захотелось прекрасного и там вот были пластиковые эти знаете квадратики который мода везде вот это вот первое сдалось а потом на стены я думаю сделать красиво и купил фиговую тучу пластиковых панелей и вот с потолка это все начала капать пред магниевые листы остались целости и со стен сползли эти пластиковые панели короче вот это вот не то а там где обои приклеил флизелиновые им нифига то есть их может было тряпочкой пахте они как новые поэтому как бы я по крайней мере вижу все это так поэтому кому интересно вот рассказал короче как то так по мере сил потихонечку по чуть-чуть это все дело дело улицу пока не делаю завтра приедет речки приедут тоже думаю покрашу речку и вот этот угол речкой протяну вот не знаю хочется мне вот это вот видите вот отсюда да здесь выступ и вот до сюда протянуть речку такая тоненькая то узенькая тоненькая не знаю зачем но вот почему-то у меня в голове стоит что ее надо зачем я не знаю и вот сюда вот с этого края туда затем не знаю не спрашивайте но у меня так стоит что ее надо поставить может быть она будет придерживать но мне кажется все таки она будет просто вот эту щель закрывать приклеив жидкими глазами соответственно саморезами и жидкими глазами приклею к потолку и к стене то есть уже покрашена то есть посмотрю в общем как то так ну потом уже финал посмотрите я в принципе еще для себя для родни снимаю который может интересуется посмотрит на каком процессе и что я делаю в общем как то так до новых встреч кстати не обращайте внимание что у меня последнее время заплетается язык я не знаю какая-то ерунда произошла то есть я тут немножко поболел у меня после этого проблема именно пошла почему-то с речью сейчас вроде восстанавливается но порой такая каша разум чистые четко слова говоришь да вот когда начинаешь вроде бы в голове все четко ясно и понятно а когда начинаешь это все произносить как-то слова теряется и запоминается запинки она как бы было вот после определенных болезни вот сейчас что-то поболел тут немножко и она опять пошло но уже как-то по-другому не это есть не нравится но главное что разум чистый это хорошо в общем так хейтеры хейтить остальные не беспокойтесь вот может быть кто-то накидает чем можно пол сделать я уже не представляю честно говоря что делать но я так вижу здесь и собирал вот заканчиваться туда здесь цельный будет можно конечно выпилить по брус и здесь залить ну хреново это получится может быть клея накидать и прямо сверху наклей какую-то плитку хотя тоже фигня взять фанеры обложить полу тут в общем были накидайте кому не сложно просто чтоб варианта были какие-то как что так на будущее может какая-то мысль придет или озарение что можно сделать деревянным полом чем его закрыть он получается на нем я рассказывал нет вот час опять ведь ушел от темы немножко после того как здесь на полу лежали стекломагнезитовые листы или стекломагниевые листы когда тушили водой за воды дошел до вот это вот фигня я не знаю как ее назвать короче с листа начала сыпаться вот эта мелкая дисперсия и вот она пропитала эти доски насквозь то есть они визуально вот видите такие темненькие серые невзрачные снизу они как это сказать вот они как будто знаете вот как дерево стоит немножко подгоревшие такое как бы подгоревшие выветренное такое оно все точно целое сто процентов целое просто выветренное знаете немножко пыльное такое с ворсинками и темненькая это я к чему к тому что плесенью она не покрывается но визуально их видите по идее надо все строгать чтобы они были идеальные ну этого делать не хочется хочется чем-то закрыть у избе сейчас не варианты и вряд ли цена на него упадет пол здесь обойдется просто каких-то немыслимых денег дороже чем не крыша обошлась в том году то что здесь получается сколько примерно квадратов около 30 лист вроде бы около 3 10 листов лист стоит в той же самой 18 в районе если не ошибаюсь двух с половиной получается 25000 примерно 25 может 30000 просто надо на пол это сильно круто я считаю это уэсби а потом сверху еще что-то может есть какой-то другой вариант чем можно закидать в общем как то так чтобы не затягивать кому не сложно накидайте вариантов завтра буду продолжать как бы все теперь у меня первый этаж полностью утеплен 100 процентов сейчас сели все закидаю не будет вере гуд там есть косячок какой-то открылся щелочка маленькая почему-то на улице в том углу но здесь есть пас такой там я тоже думаю что-то залью что залью я наверно говорить не буду мало ли что многим не нравится но дерево такой материал что если это такая штука будет типа резины ему будет пофигу если она будет сухое и подготовленная для этого но это будет не резина в общем и не пена вот ладно на этом все всем удачи всем пока